Я не знаю, что мне делать, я вообще потерян, и мне плохо, и я не знаю, куда мне деться. Вот. Бля, ебать, это реально охуенно. Оно докажется реально все пиздец, да? Но это реально охуенно, потому что трудности реально закаляют характер. Трудности реально делают тебя жестче, и вообще, приготовлю тебя, я не знаю, к счастью твоему. Вот, то есть, ну, как бы, все это не конец света, и... Если ты живой, и смотришь вокруг, и чувствуешь, что ты здоровый, блядь, да ебать, все охуенно, мэн, не попарься. Знаешь, и вот читаешь такие строки, да, и понимаешь, что человеку действительно сложно, вот, но его нужно просто настроить, да, и все зависит от того, какие у тебя мысли в голове, все зависит от того, насколько у тебя, да, вот, майнсет, как в Аберанс-Канске говорят. Поэтому читаешь, знаешь, конечно, ну, приятно, что люди пишут такие вещи, открывают свою душу, очень хочется таким людям ответить, и поэтому я пишу такие captions, которые я пишу, да, в Инстаграме, или там, где видео, вот, именно для таких ребят, которые проходят через какие-то трудности, вот. Вот, потому что, ну, на своем веку я повердал очень много трудностей, я уверен, что, ну, я на 100% знаю, что мне предстоит еще, знаете, пройти, наверное, намного сложнее путь, чем я уже прошел, вот. Вот, но я к этому тоже готов, несмотря ни на что, несмотря, где бы я ни был, что со мной не случилось, не обанкротился бы я, и не об этом говорил неоднократно, мне, ну, я не боюсь этого, абсолютно. Могу очнуться, нормально, солнце, покушать я себе всегда заработаю, одеться я себе всегда заработаю, чего париться, чего, блядь, стрессовать, чего, нормально все. Ладно, я просто живу, я, я просто, чувак, знаешь, я просто живу, я не хочу соглашаться на то, что впаривают, ну, с детства мне или там всем остальным, я просто не хочу, надо соглашаться, я не хочу так жить. Вот, я хочу кататься на ламборгини, хоть мне и не суждено, может быть, да, то есть я родился на малеванке, ептить, какой нахуй ламборгини, бля, ебать, сиди, сиди, нахуй, заткнись, блядь, что ты думаешь, а я хочу, а я хочу. И про тех обстоятельствах, с которых я вышел, про тех родителей, с которых я вышел, вот у меня такой расклад. Я с этим раскладом работаю, несмотря ни на что, и по ночам работаю, и по дням работаю, и вот, если честно, да, я вот сейчас тренирую себе, да, я и до Инстаграма, блядь, все это делал. Тренировался до Инстаграма по ночам, и во дворе себе, он штамгу качал, он на стройке работал, себе гантели на шронах, и после этого качался. То есть, это все, что я делал, это как бы все это делал, ну, всю жизнь, не для чего, не славе ради, а просто потому, что мне это нравилось, я понимал, что это делает меня лучше. И только когда другие, там, ну, тусили, отдыхали, веселились, блядь, выпивали, я работал, вот, и вот сейчас я живу такой жизнью, которой я живу, я просыпаюсь в Голливуде, блядь, в холмах. Это не моя хата, я все снимаю, но как бы тоже себе намутил это все, как мог намутить, но тем не менее, епта, я это сделал, вот, и вот только одно я тебе скажу, люди, сука, скоты последнее время, реально скоты. И не знаю, почему качество людей падает, вроде надеешься, что люди хорошие, добрые, вот, нанимаешь на работу, плачешь, заботишься, а они относятся по-скотски. И не знаю, почему, если бы мне кто-то давал возможность такую, которую я предоставляю людям, я бы, наверное, держался, держался просто, на халяву работал, только чтобы мне просто показать, чтобы научить, чтобы рядом побыть человеком, который к чему-то идет, да, вот, и вот в этом только я разочаровываюсь все больше и больше и больше. Потому что в людях, наверное, больше всего разочаровываюсь, начало в природе разочароваться, природа красивая, добрая, и чай предсказуемая, да, люди предсовосноватые, непредсказуемые, и сукнивые, вот так, да. Мне кажется, вот, мой путь личный, да, он, может быть, каким-то образом, ну, вдохновляет или резонанс между ним и то, чем большинство ребят хотят жить, да. То есть я, ну, понимаю, что есть люди, которые, ну, меня, что ли, ненавидят, или не понимают, или думают, что я Дагантон какой-нибудь. А есть люди, которые чувствуют, что я на самом деле искренний, я не могу сказать, что я простой, плодная, искренний человек, и я просто иду к своей цели. Я просто хочу жить лучше. Я хочу жить лучше. Я не хочу жить как деревня, или я не хочу... У меня тут плохого ничего нет, если человек хочет, так же и пожалуйста. Вот, просто у меня есть свое предназначение, и я знаю, что оно особенное, что оно не простое. И я за этим просто иду. Вот, и я дошел до какого-то же уровня определенного морального, умственно-духовного, материального, физически. Вот, действительно есть прогресс, и я ничем никак не фальшивен, накапливаю, ну, переживал как мог. Вот, и вот моя история, ну, наверное, хорошо то, что она помогает кому-то посмотреть на жизнь по-другому. Вот. Нужно рвать когти, чтобы становиться лучше. И находиться в компании людей, которые тебя будут воспринимать. В компании людей, которые ты будешь делить какие-то, да, там, ценности, культуру, может быть, я не знаю, интересы. Вот, поэтому одиночество, наверное, это такой, как бы, выбор депрессивный. Вот, я никогда себя не чувствую таким, хотя я провожу очень много времени один. Все, обнял. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...